Ну вот, мы с Машей вкусно перекусили, теперь готовы продолжать дальше, да? Я в последнее время, кроме того, что пропагандирую красивый сетевой, очень хочу, чтобы нам в команду, в нашу команду приходило как можно больше мужчин. Потому что, ребята, если вы еще не смотрели вот в эту сторону, я вот просто рекомендую посмотреть, делать, не делать, это уже другой вопрос. Сначала просто посмотрите, что это такое, да, что такое сетевой. Потому что что я увидела? Я увидела, что огромное количество ребят, ну и девочек, конечно, тоже, но вот парней, которые хотят сегодня открыть свое дело и ходят, обучаются. И я часто слышу такие рекомендации, что пока у тебя нет своей идеи, а сейчас идею, бизнес-идею, попробуй найди. Миша, кажется, все сделает, да? Все, кажется. И есть такие рекомендации. Найдите сначала покупателя, а потом купите то, что он хочет и продайте ему. Ой, ребят, ну скучно, честное слово. Ну это же, ну просто неинтересно. А с другой стороны, идея здоровья, молодости, здоровья, образа жизни, саморазвития, да, темы, которые сегодня на рынке очень востребованы. И все это дает сетевой маркетинг. И вам не надо вложений, вам не нужно рисковать, вам... И вы также будете искать, то есть, либо вам надо искать покупателей, потом искать вот этот товар, где выгодно купить, да, и продать, там, не знаю, заработаешь, сколько потерь, да, и в том числе времени. Или же это же время можно потратить на поиск людей, которым интересно то, что я озвучила. Саморазвитие, здоровье, а личностный там рост, да? Ну, на поверхности лежит, правда, Витя? Что бы ты сказала вот своим знакомым, может быть, мальчикам, мужчинам, которые вот знают тебя, вот сейчас есть возможность обратиться к ним? Это, честно скажу, сложно сейчас вот понять, что я им скажу. Вот, я по этому, это сложный вопрос, конечно. Сложный вопрос, потому что я не узнавала у них, чего им нужно. Я у них не спрашивала, чего они хотят. Поэтому, как я могу дать то, чего, может быть, мне пригодится? Можно тогда я сейчас продолжу, потому что тема, которую я считаю очень-очень важная. Обращаюсь к мужчинам, к парням, ну, и к мужчинам постарше, к моим друзьям, к Машинам друзьям. Смотрите, сегодня иметь один доход нельзя. Как вы на это смотрите, я не знаю, какого мнения, но хотя бы, если вы об этом задумаетесь, уже будет хорошо. Потому что рынок труда такой, что если даже у вас есть сегодня хорошая работа, ну, вам кажется, что хорошая работа, вам нравится, то гарантии, что она будет всегда, во-первых, нет. А во-вторых, иметь еще один источник дохода пассивный. А сетевый маркетинг, это именно ценность его в том, что можно иметь пассивный доход. То есть, уделив некоторое время, можно создать вот такой ручеек, который просто будет пополнять ваш семейный бюджет. То есть, ну, зачем отказываться от того, что может быть. Но еще такая очень важная вещь. Предположим, у вас есть свой бизнес, и кажется, что это хорошо, и вас все устраивает, и вы хотите развиваться в этом направлении, то тем более вам нужен сетевой маркетинг. Зачем? Потому что в бизнесе вы наверняка погрязли с головой, и вам просто нужны силы для того, чтобы этот бизнес делать. И поддерживать свою работоспособность, да, чтобы голова хорошо соображала. То есть, вы можете просто сегодня взять сетевой маркетинг, как хороший продукт, выгодно. Вы можете покупать себе выгодно лецитин, омегу, то, что нужно, опять же, для работоспособности. Солстик Энерджи, может быть, коктейль, может быть, программа антистресс, что вообще, ну, мне кажется, каждому предпринимателю нужна программа антистресс, да, чтобы делать бизнес с удовольствием. И первый шаг, который вы можете сделать, это попробовать этот продукт и в дальнейшем иметь его бесплатно. Потому что компания платит бонусы, там, кэшбэк за то, что мы пользуемся продукцией. А что из этого получится, вы можете потом увидеть. Потому что предпринимателю очень сложно понять идею сетевого. Предпринимательские мозги устроены так, что человек, который занимается традиционным бизнесом, он видит, как дело. Сделал, получил. Вложил деньги, там, окупил. А когда ты ничего не вкладываешь, что вот эта прибыль, она непонятная. А теперь представьте себе, вы пользуетесь хорошим продуктом. Вы делаете себе вот такое хорошее дело, поддерживая свое здоровье. Компания вам потихонечку начисляет бонус за то, что вы пользуетесь. А теперь представьте, что вам хорошо от этой продукции. Ну вот прямо энергия появилась, вы стали более спокойны, там, перестали мучить, там, головные боли у кого-то может быть, да, или еще что-то. И вы, как нормальный человек, ну, я думаю, что в вашем окружении только нормальные, хорошие люди, да, вы просто не сможете об этом не сказать своим друзьям. А это и есть сетевой маркетинг. Это и есть сетевой маркетинг. Это и есть сетевой маркетинг. Не надо ничего выдумывать. Потому что часто его преподносят по-другому. Преподносят, как какие-то постнословные заработки, как там, ну, как будто рассказывают сказки. На самом деле ничего особенного. Нравится, скажешь, не нравится, ну, ничего не потеряешь. Вот, как тебе такое предложение, Ваше, что ты присоединяешься? Я присоединяюсь и вижу, что могу дополнить эту информацию, вот идеи, которую я увидела, что здесь в сетевой маркетинге можно отдыхать. То есть можно найти время для отдыха в любой момент. То, чего в обычном бизнесе невозможно. Не хватает в бизнесе и не хватает на традиционную работу. На традиционную работу. То есть, по большому счету, можно рассматривать сетевой как постепенное уменьшение время работы в сторону себя, в сторону отдыха. Но это еще не все. Это еще не все. Ну, я свое добавлю. То есть я еще вижу аналог с традиционным бизнесом в том, что вначале, да, нужно больше вкладывать времени в развитие, чтобы потом получать эти вклады. Но в традиционном бизнесе ты вкладываешь, вкладываешь, а потом ты настолько увлекся этим, что ты понимаешь, что если ты сейчас отпустишь все, что ты наработал, может рухнуть в одночасье, а здесь ты вкладывал, вкладывал, а потом вдруг решил поменьше времени. Опять же, мы ко времени возвращаемся. Поменьше времени вкладывать. У меня был период, когда я год ничего не делала. Это было вообще нечто, потому что я год ничего не делала. Были семейные такие обстоятельства сложились. И прошел год, и я поехала на семинар, и вдруг меня награждают за лучший товароборот. То есть, я не знаю, как это объяснить. Я когда приехала после этого мероприятия, ко мне подключилась как раз Юлия. Потому что она говорит, если бы я сама не видела, но это было все на моих глазах. Вообще, в сетевом маркетинге главное развивать у себя вот это видение. Не ждать, что сейчас должно случиться. Вот опять же, если взять Юлию, у нее было такое, что она полгода делала действие, и не было никакого результата. Ну, казалось, что нет, никакого результата. А через полгода к ней шли сразу три человека, которые захотели работать. То есть, это важно понимать, что это просто процесс. Даже если мы не видим, все происходит. Мы не видим, как по проводам бежит ток, но он, зажигая лампочку, она горит. Если мы сказали одному человеку, второму, третьему, десятому об этой идее, или о бизнесе, или о продукте, то рано или поздно кто-то из этих людей обязательно услышит. Да, главное, чтобы мы говорили правду, да, главное, чтобы мы так чувствовали, а для этого просто надо разобраться. Разобраться, попробовать, посмотреть, разобраться. На жене, на детях. Попробовать продукт, да, как у меня было. Сначала я себе, потом там детям, потом там муж стал. И все, ты уже понимаешь, что он нужен. А хочу вам еще сказать по поводу продукта, буквально пару слов. С одной стороны, вот кажется, что сегодня ассортимент такой на рынке, что изобилие, бери, не хочу. Ох-ох, совсем не так. Много, но, во-первых, попробуй разберись. А в МСП есть четкая система и простота. То есть мы абсолютно четко можем для себя выбрать, потому что компания сделала такие программы. Программа антистресс, программа здоровый ребенок, программа здоровые сосуды. То есть нам, в принципе, не надо быть профессорами в этом. Все уже сделано за нас. То есть есть система. Это первое. А во-вторых, продукта много. Но как проверить, насколько он качественный, насколько мы не переплачиваем. И вообще, где еще мы можем так покупать, чтобы получать с первого дня еще кэшбэк хороший. Да. Поэтому можно заказывать через сайт, но это большая ответственность. Тогда надо получить образование нутрициолога. Тогда надо проверить этот рынок как следует. Надо уметь выбирать продукцию тебе. Потому что в аптеке мы не купим натуральные продукции. Или если и купим, то намного-намного дороже. Плюс еще, можно сказать, фактически вещи, которые можно проверить, зайдя на определенные сайты, того же самого NASDAQ. Кто знает, что это такое, да? То есть увидеть, что прирост компании за последний год, каков он был, что рост есть, хороший рост. И это на уровне того, что сейчас открывается все больше и больше вот этих сайтов, компаний каких-то, которые биологически активно добавки, но вот конфетки продают. И еще показатель мне нравится. Я была в Японии недавно. Япония есть эту продукцию, Австралия есть эту продукцию, Норвегия есть эту продукцию, Европа, Восточная, Западная, сами Штаты 50% создают свои продукции, Канада. Все самые развитые, самые крутые страны. Ну да, мы можем думать, что так легко сегодня купить продукт, но не имея системы, не умея выбирать, вряд ли мы получим результат. Конечно, вам думать, а мы с Марией приглашаем наших знакомых и пока еще мужчин, которые с нами не знакомы. Давайте знакомиться. Давайте. Давайте знакомиться, давайте смотреть вперед, потому что еще раз я провожу сейчас коучинг «Деньги для счастья», и понимаю, что, ну, редко у кого есть не один источник дохода, а два, а уж от трех. Ребята, надо быть более ответственными сегодня. Это время ответственности и осознанности. Приглашаем вас в нашу большую команду. Но вы можете прийти к Маше, вы можете прийти ко мне, встретимся, поговорим, попьем чай и кофе. И мы расскажем, ну, покажем деньги, да, как можно в том числе. А если не деньги, то продукты. Все равно это... Ну, это интересно. Я вот сейчас подумала, что такая идеальная возможность прийти лично, задать все возможные вопросы, вот в самые каверзные. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть. Вот прям человек настроен, вроде ему интересно, но он хочет прийти и проверить, что это вы мне тут рассказываете. Да, особенно тем, кто, наверное, уже какой-то бизнес попробовал. Сетевой маркетинг сегодня очень активно опять развивается, опять струя пошла. И я вас уверяю, что много компаний, которые якобы сетевые, которые больше смахивают на пирамиды. И, возможно, вы уже в таких компаниях побывали, может быть, кто-то вас агрессивно, очень настойчиво приглашал. Можно сейчас просто от всех откреститься и сказать, нет, это не мое, как часто мне говорят. Это не мое. А что не мое? Что-то не понравилось, не факт, что это у всех, то, что не понравилось. Вам не понравится, например, одна девчонка, вы скажете, нет, это не мое, я не буду жениться. Вы же продолжаете искать себе другую партию. Также и девочки скажут, нет, вот этот парень мне не понравился, значит, я все, я буду одна, я не буду замуж уходить. Почему один раз, столкнувшись с предложением сетевого, и если вам что-то не понравилось, вы решаете, что все плохо? Ну, хотя бы посмотреть. И я хочу, чтобы вы сейчас правильно поняли меня и Машу, мы сейчас не уговариваем, и мы сейчас не приглашаем там в сетевой или в НСП, там настойчиво. Мы просто хотим, чтобы вы приняли это решение осознанное, интересно или не интересно. А для того, чтобы понять интересно и интересно, ну, важно просто разобраться, разобраться, посмотреть. чтобы вы потом не говорили, ой, а я-то этого как раз и не учел, и не увидел, а время пройдет, и год, и два, и пять, и десять, время очень быстро летит. и чем мне нравится в НСП, что можно, в принципе, сетевой, что можно прийти, посчитать самому, то есть задать вопрос, как это работает, взять маркетинг план, попытаться самому посчитать, что выйдет у вас, то есть достаточно понятно и прозрачно. Опять же, я говорю, для тех, кто когда-либо занимался каким-то бизнесом или для бухгалтеров вообще идеально. понимаешь, все дела здесь, то какая трудность, те же бухгалтеры, я сама бывшая бухгалтер, ты привык считать там, а дома для себя не считаешь. Вот, да, к сожалению. Приходите, подписывайтесь, во-первых, на канал, нажмите там колокольчик, чтобы вам приходило обновление, ну, все новые видео. Мы будем продолжать это делать, мы будем продолжать знакомить вас с возможностью, которая, я считаю, является сегодня очень интересной. Отмахнуться всегда можно. Я понимаю, почему я своим друзьям, мужчинам, почему я мужчинам не предлагала это как бизнес, потому что я сама не доросла до этого, как до бизнеса. То есть, я увлеклась нутрициологией, я увлеклась, ну, это же интересно, тоже же, да, я увлеклась вот этим поиском себя, реализацией себя в каком-то деле, в пытливости, в пытливости. И это не совсем то, что я была готова предлагать мужчинам. потому что это очень женская тема, нутрициология. Она вот, да, в команду можно взять нутрициологов, мамочек, просто других женщин, вот, а мужчинам, я понимаю, что им нужно что-то другое, что все эти вот эти разговоры о здоровье, о молодости, о красоте, и обуви. Неинтересно, и что же я могу им дать, подумала я. а у меня вот нет как раз той самой системы какой-то, структуры, там, где-то есть какие-то наработки. То есть я не могу с ними сесть и начать вот просчитывать там по тому же маркетинг-плану. Я не могу с ними поговорить по бизнесу, потому что я бизнес никогда не... такое вот, смотри, опять же, ломание, опять же, какое большое преимущество в МСП, что каждый может войти в свои двери, да, то есть на свой интерес. Ты вошла на интерес здоровья, посмотреть, решить свою задачу, а потом сказала, а мне этого мало, а я хочу двигаться дальше. Слышишь, это как здорово, когда человек созревает... То есть я могу к своей деятельности добавить еще деятельность, конечно. который будет объединен на я и приносить мне получается гораздо больше удовлетворения, конечно, развития и денег. А смотри, у меня тоже что-то получилось. Я пришла тоже, решила себе пробовать со здоровьем, да, потом вдруг я поняла, что вау, хочу это делать, да, потом я захотела выйти на доход, с которого уходила, у меня хороший был доход, да, то есть были какие-то цели. Потом я вот опять, ты тоже изучила тему нутрициологии, мне очень хотелось это делать, а теперь меня вынесло на тему денег и коучинга, потому что я понимаю, что это вообще мое-мое, да, потому что за эти 15 лет настолько богатый такой опыт во всем, во всех этих вопросах, что ты просто хочешь дальше. То есть в одном пространстве ты зашел через одни двери и в одном пространстве ты можешь находить и реализовываться в разных аспектах, где еще так можно. У меня было так. Нигде. Да, у меня было так. Я приходила на работу на какую-то, дорастала до потолка, в зарплате или в развитии. Мне становилось сучно, я уходила на другую работу. Приходила на другую, пока интересно, я развивалась, и у меня так получилось где-то максимум 5 лет я работала на одной работе. 5. Все, больше невозможно. И сейчас 15 лет вы на спите мне всегда интересно. Потому что я расту и в своих профессиональных каких-то качествах, как личность и в деньгах. Но где, именно поэтому я просто не могу молчать. Сейчас вспомнит мне ничего. Забыла мысль. Такое красивое. А не оба зацеплена.